Аминь. Есть еще одно, что я хотел сказать. Очень многие обуславливают свое счастье, свои успехи, свое отсутствие уныния и так далее, какими-то вещами, например. Вот если бы у меня, например, все было бы хорошо на работе, вот тогда у меня было бы все нормально. Вот если бы у меня было много денег, тогда я бы, наверное, да, я буду улыбаться. Но на самом деле я хочу привести пример царя Давида, который говорит в Салмах, он говорит, что из уныния своего я воззвал к тебе и просил тебя поставить на скалу для меня недосягаемую. То есть как раз нужно перестать обуславливать все эти вещи, потому что на самом деле эти обуславливания, они ставят или сажают нас в ловушку, из которой мы сами не можем выбраться. Ну, спрашивают, да, чем бы ты занимался, если бы у тебя было много денег? О, я бы занимался благотворительностью. Начни сегодня заниматься благотворительностью. Для этого не нужно жертвовать миллионы, можно просто, в условии, если бабушка хочет, перевезти ее через дорогу, да, можно купить кому-то хлеба, можно за кем-то поухаживать, можно кому-то, ну, высвоить кому-то время, там, присматривая за их младенцем. Это и есть благотворительность. Займитесь тем, что приносит радость другим, вы начнете приносить радость самому себе. И как раз из уныния своего, когда нам плохо, нужно вас звать к Богу, чтобы он поставил нас на скалу, для нас недосягаемую. Потому что сами мы туда уже пробовали приходить, но у нас как-то не получилось, да, то есть, может быть, попробовать по-другому. Да, действительно. Аллилуйя.